Открытие форума работающей молодежи состоялось в конференц-зале Брестского областного объединения профсоюза в формате открытого диалога. Дискуссия лидеров двух крупнейших общественных объединений, БРСМ и профсоюзов, развернулась на тему современной тенденции лидера. Любая первичка начинается именно с него. По роли рабочей молодежи досуг не так разнообразен, и поэтому хочется его делать более разнообразным и интересным. В этом организовывается много мероприятий, так называемые, для развлечения, ну и, конечно, для полезности. В прошлом лидер БРСМ, яркая, активная, целеустремленная Оксана Высогродская, не случайно была избрана председателем Каменецкого районного объединения профсоюзов. Свою молодость девушка отдала молодежной организации. Ее заслуги до сих пор ценят и уважают. Работу ставят в пример. За личный вклад в воспитание молодежи и реализацию значимых проектов Оксана Высогродская была награждена почетной грамотой. Все важные события у меня именно были связаны с БРСМ. Это поездки, это турслеты, это встречи интересные с молодежью, это новое знакомство. То есть, ну, все самое хорошее, это было именно вот эти 10 лет. Постоянно мы были лучшими в области, в республике. О нас писали, о нас знали. И мы работая, у нас была, если честно, очень хорошая команда. Второй секретарь, бухгалтер, мы все вместе. У нас была одна цель. Работали и со школьной учащейся молодежью, и с рабочей молодежью. В таком формате форум работающей молодежи состоялся в первый раз. Лучшие 30 представителей первичных организаций БРСМ съехали со всей области. Главная цель – создать совет молодежи, в который войдут лучшие ее представители. Для чего он создается? Для того, чтобы решить и проблемы молодежи, поднять этот пласт проблем, чтобы мы могли быть услышаны из первых уст. И, скажем так, делиться лучшими практиками именно работы на предприятиях. Потому что у нас есть предприятия, где очень хорошо налажена реализация государственной молодежной политики, а есть предприятия, где это нужно необходимо подтянуть. У каждого предприятия есть своя специфика работы с молодежью, у каждого предприятия есть своя специфика вообще, профильное предприятие. Поэтому, конечно, мы хотим создать такой вот кластер, так сказать, и понять, что интересно для молодежи именно работающей. Завершился форум экскурсии по предприятию Банше, а также Центру наглядной профилактики.